Снова, вот я уже дома пришла, уже дома решила доснимать эти видео про ответы на вопросы. Потому что, говорю, так тяжело как-то соходить, и вот так вот снимаешь, и район показываешь, и рассказываешь. Короче, все мысли улетели у меня, я отвлекалась много, потому что сейчас все детей забирали со школы, все машины едут. И очень невозможно было вообще сосредоточиться, вопросы все позабывала, даже себе написала. Ну и хотела продолжить о том, что так вот меня спрашивали про еще, про русскоязычных я вроде ответила, там все, но если какие-то вопросы будут, можете спрашивать. Может быть я не все рассказала, потому что уже не помню, что рассказывала, когда шла там. Что чем заняты вновь приехавшие, и где работают. Такой тоже это интересный вопрос. Но я буду говорить, наверное, больше про русскоговорящих иммигрантов, так как я среди них в основном общалась. И общаюсь больше, знаю. Ну а других тоже, я в школе вот училась вот с маршалистами, с афганцами тоже. Но все равно больше русскоговорящие. В основном, конечно, когда приезжают, большинство здесь без языка. Мало кто уже приезжает с английским языком. Ну те, конечно, у кого язык хороший, они как-то стараются пойти учиться. Здесь это очень как бы все этому благопрепятствует, что ты можешь, если у тебя идет хорошо язык, ты можешь идти учиться почти в любом возрасте. Вот Виктор пошел в 30 лет в колледж учиться. Моя знакомая, ей было почти 50 лет, она пошла в колледж учиться. И в любом возрасте ты можешь здесь учиться и закончить колледж, но если у тебя хороший язык. А те, у кого нет английского, конечно, нужно работать сразу. И такие профессии вот здесь именно в Спакене. Это уборка. Уборка домов, офисов. Это целый бизнес идет. Можно или на кого-то работать. Можно на американцев работать. Можно на русских, у кого есть свой бизнес по уборке. Многие берут своих там друзей, родных, знакомых, вот так вот набирают на первое время, чтобы помочь. Да и не только на первое время, здесь люди годами живут. Уборочный бизнес такое хорошее дело. Мы тоже работали по уборке первое время, потому что минимум языка, или можно сказать, язык тебе вообще не нужен. Нужно, конечно, только водить машину, чтобы разобраться, как куда доехать. Потому что здесь, я говорю, городской транспорт, он не так развит, может быть, как в более крупных городах. Здесь нужна обязательно машина, чтобы работать. Поэтому первое, нужно уметь водить машину, иметь машину, и потом уже устраиваться на работу, ездить, работать. Вот в основном это уборка. Строительство также, тоже где нужно минимум языка. На стройку идут многие. Так как здесь, я уже говорила, много русскоговорящих, у них уже свои бизнеса у многих, и вот постройки бизнеса. Поэтому тоже друг друга приглашают, берут на работу. Также очень распространена такая работа, как водитель траков. Вождение траков, это вообще, вот очень многие, кого я знаю, так как семьи верующие едут, семьи большие, у них много детей. И вот жены, они или дома обычно сидят, ну необычно, но многие дома сидят, вот кто-то на уборках. А мужчины идут работать водителями траков. Ездят на дальние расстояния, там на неделю, на две уезжают. Можно, конечно, и найти, допустим, в пределах Спакена, тоже работу на траке, и тогда тебе не нужно уезжать. Ты утром уезжаешь, вечером уезжаешь, как бы дома. На несколько дней не нужно уезжать. Каждый выбирает для себя. Но просто вот эти дальние расстояния, на них, как говорят, больше зарабатывают. Поэтому многие предпочитают ездить в поездку, а не мотаться там вокруг Спакена. Вот это, мне кажется, такие основные у нас три работы. Это уборка, строительство и водители траков. А там уже у кого как пойдет, у кого уже чуть-чуть язык так начинает идти, там, чуть-чуть кто освоил, в школу походил. Многие устраиваются на работы уже в американские магазины клерками. Клерки здесь называются, это те, кто помогают. Вот в продуктовых магазинах, в таких вот, где одежда продается, там ты, как помощник, тебе дают. Вот там коробки, ты их раскладываешь, продукты выкладываешь на прилавки, или там вещи развешиваешь, ходишь. Вот на таких работах тоже очень много русскоговорящих работает. Что еще можно сказать? Это, наверное, основное. Потом я еще в следующий раз расскажу, как и где мы работали, когда приехали. Мы тоже чуть-чуть вот по уборке работали. Но это, наверное, уже отдельное видео будет. Если кому интересно. Это такая тема. Интересная очень про зарплату. Здесь вообще в Америке оплата идет по часам. Не как вот у нас там за месяц оплачивают, да. Но сейчас говорят уже там и за две недели. Или смотря, может, кто где работает, если участников там. Тебе и каждый день, может быть, что-то выплачивать. Но здесь в основном идет оплата. Это или понедельно, или две недели. Самая минимальная сейчас зарплата вот у нас в Пакене. Вообще, в Вашингтоне сделали минимальную 15 долларов. Но это вот в Сиэтле я знаю. А как-то с Пакен тут более меньше населения. И, конечно, затрат меньше, чем в Сиэтле. Еще как бы не дошло вот это до 15 долларов. Это потому, что я знаю, у меня сын. Он в Макдональдсе работает, Илюша. И у них минимально сделали, это вот вроде с того года, уже 10 долларов в час. А он говорит, а в Сиэтле уже 15 долларов. Они как бы добились этого, там, забастовки проводили. Добились, что уже 15 долларов в Макдональдсе в Сиэтле платят. Ну, вот с Пакене пока в 10. Ну, сколько ты там наработаешь, часов сколько тебе дадут. Вот будет твоя зарплата, можно посчитать. Ну, в Макдональдсе много не заработаешь, там, в среднем, может быть, полторы тысячи. Потом, ну, допустим, трокисты, да, кто трокистами работает. У них там тоже от компаний зависит, тоже, смотря куда они едут, какие расстояния. Ну, где-то от двух с половиной, и там до пяти, до шести тысяч можно заработать. Смотря кто сколько работает. Медицина очень развита у нас в Пакене. Очень много больниц, госпиталей. И поэтому очень многие, вот еще хотела сказать, да, что русскоговорящие, особенно молодежь, те, у кого очень хороший язык, идут уже в колледж учиться по медицине. Очень хорошая специальность, вообще везде требуются медикал-ассистыны. Нерсы, это медбратья, медсестры. Поэтому работу найти, в принципе, несложно. И, значит, вот у них тоже, тоже по-разному. Где-то уже образование, когда ты получаешь, там, примерно от 13 долларов. И уже там в разных клиниках, в разных госпиталях по-разному. И 16 есть, и 20, и 22 доллара. Это я все говорю про часовую оплату. Час. Ну, те, у кого свой бизнес идет, там, конечно, уже как бы не всегда по часам выходит. Конечно, по часам тоже идет оплата, выплачивает, но тоже как бы не всегда от этого зависит. Например, допустим, вот по уборке иногда ты можешь договариваться на час, да, что ты там час убираешься, тебе платят 15 или там 20-25 долларов. А некоторые договариваются о том, что, допустим, вот я вам убираю дом сегодня, неизвестно, сколько я его буду убирать. Два, три, четыре часа. Ну, этот дом, допустим, стоит 150 долларов убрать. Вот иногда так договариваются. Ну, и в основном вот по Америке как бы оплата идет это вот по часовой. Ну, это вот то, что я знаю. Потом еще вопрос стоимость жилья в рент. Тоже цены разные на все и всегда. Ну, буду говорить вот о нас. Так, мы когда приехали, мы сняли дом, нам друзья помогли снять этот дом. Он как бы был на два хозяина, вверху уже жили, и мы на первом этаже. Вот мы за этот дом платили 500 долларов. Но как нам сказали, что это, говорят, очень дешево вы платите, чтобы вообще там за 500 найти. И в то время это там 600, как бы, 600 это был такой вот минимум. Нам, как говорят, повезло. Прожили мы в доме там два с половиной года. Потом мы переехали в апартменты. Эти апартменты, они по программе были тоже для населения, у того, у кого такой небольшой низкий доход. И там тоже зависит от зарплаты, сколько ты получаешь. Вот, значит, в то время это была у нас семья из 4-х человек, и доход не превышал 2000. Нам дали апартменты тоже за 500 долларов. Трехбедрумный апартмент мы снимали за 500 долларов. У кого превышает уже там зарплата, примерно где-то, ну, там тоже смотрят от количества человек, там, сколько заработок, сколько в семье детей. Где-то уже, если 3,5 превышает, тогда уже вот эта трехбедрумная квартира, она идет не 500, а 750. Уже с прошлого года, даже мне сказали, уже вроде 800 долларов стоят вот эти наши апартменты. Как раз мы уехали оттуда и поднялись цены тоже. Если, допустим, ты живешь не в программных апартментах, вот как мы жили, а пойти в такие, где не зависит от дохода. Но вот на данный момент, я знаю, у нас через дорогу апартменты там написано, что от 550 написано 2-х бедрумные. 2-х и 1-бедрумные от 550 идут. Поэтому точно там, я не знаю, это одна или 2-х бедрумные. Нужно как бы уточнять. Но меньше 550, как бы, я так не видела. Есть, конечно, такие, как сказать, вот у нас друзья-американцы снимают за 350, но это уже не комплекс идет апартментов, а это есть, сдают такой дом большой, как бы его делят на несколько квартир и сдают тоже в рент. Вот такое можно найти. Вот за 350 они оплачивают 1-бедрумный апартмент. Комплексы, это я имею в виду, это типа как наши микрорайоны, микрорайончики. А есть еще такие отдельные дома, которые сдаются. Ну, 550 это, да, это само как бы так минимально, потому что очень много вот зимой тоже знакомые искали, говорят, такие хорошие прям апартменты, которые им нравятся. 650, 670, не меньше за 1-бедрумный. Потому что каждый ищет как бы себе, так, в каких хочет он апартментах жить. Так, в принципе, апартменты здесь все неплохие, но уже потом смотришь от состояния, конечно, где-то получше. Там кухни, кухонные, допустим, да, приборы, плиты, холодильники новые. А где-то похуже будет, соответственно, и цена будет поменьше. Ну, районы, про районы спрашивали, какие благополучные, какие нет. А здесь у нас покинет уже так интересно, как бы. Ну, районы делятся, конечно, да. Есть районы, где такое в основном среднее население живет, американцы. Есть как бы немного ниже среднего, где уже такие дома похуже, территории неухоженные. Ну, там, конечно, да, и больше преступности, воровства. Ну, и в то же время, вот я тоже слышала в таких, где побогаче районы, там тоже, тоже воруют иногда. Подруга моя, Ирина, рассказывала, ее знакомая в таком районе живет. И у них ночью пытались украсть у них перед домом, там такой, ну, богатый район, и перед домом стоят огромные такие каменные, как скульптуры, скульптуры льва были. И вот ночью, это вообще не знаю, кто решился так подъехать на машине, говорит, обвязали тросом, и пытались эту скульптуру, короче, утащить, украсть. Ну, там все проснулись, соседи сразу там вызвали полицию. Короче, они убежали, их не поймали. Они только повалили эту скульптуру, и там что-то у нее отвалилась нога или что-нибудь. У этого льва. Вот такое воровство. Мы жили в котором районе, в апартнерках. Там, конечно, тоже такие ближлежащие районы, дома не очень. И постоянно как бы в апартментах тоже воровали такие детские вещи, когда оставляешь на улице. Здесь вообще как-то в Америке принято, вот ты идешь или едешь, и у домов видишь, там детские коляски стоят, велосипеды, скейты валяются, скутера валяются. И как-то люди оставляют, хотя в то же время знают, что ведь воруют. Ну, мы тоже первое время вот так вот оставляли. Думаю, да ладно, что там детское у нее в роду. Ну, оно лежит, лежит, там месяц-два могут не трогать, а потом раз в один момент и все поворуют. Вот в доме, вот когда мы жили, тоже в первом нашем доме, который снимали. Так вроде район был неплохой. Там еще вдоль реки так шла улица. Там такие были домики богатые. Там очень много пожилых жило. Пожилые тоже не в таких хороших домах обычно живут. Ну, те, кто всю жизнь отработал на хороших должностях. И вот эта улица, она была очень такая красивая. Люди, да, там состоятельные. Буквально проходишь эту улицу, там поворачиваешь на уже другой блок. И там уже такие дома ужасные. И население такое, много наркоманов. Ну, и, соответственно, вот они ходят. Там могут быть и подростки, и не подростки. Наркоманы, да, они не работают. И вот они ищут, смотрят, у кого что валяется. Украсть. Вот у нас первые годы в доме все Илюшины вещи поворовали. Ну, все это не сразу произошло. Где-то, я помню, может быть год, наверное, там месяцев 10 вообще ничего не пропадало. Все вот так вот у нас на улице велосипеды валялись, коляски, там скейты. А потом как-то вот одно лето прям вот пошла такая волна воровства. Чего оставят на улице? Все, там утром встал, велосипеда нет. Потом время проходит, раз там, уехали в магазин, приехали, смотрим, вот только возле двери этот скейт стоял, все, уже скейта нет, уже украли. Очень хорошую коляску нам дарили американцы, когда мы приехали для Никиты. Такие коляски здесь есть классные. Их к велосипедам цепляют. И ты можешь ехать на велосипеде, сзади у тебя ребенок сидит там. Вот для Никитки вообще классно было. И она такого именно и качества была, очень хорошего. Я вот потом смотрела, почти таких колясок не видела уже, такие более, другого качества были. Она у нас почти два года простояла. Ну, мы ее сначала в дом завозили, потом думали, что ее завозить, пускай там на патио стоит. Почти два года простояла, и тоже вот так в одну ночь у нас ее украли. Проснулись в утром, смотрим, коляски нет. Потом Илюша тоже, у него один велосипед такой старый украли возле дома, а второй мы ему уже новый купили, и он поехал как бы в соседний район, в соседний блок на бассейн, в бассейне купаться. И там вот эти специальные места тоже, где велосипеды пристегивают, все он там пристегнул. Прям вот напротив бассейна, людей там полно, детей полно, там эти спасатели сидят тоже. Ну вот, видимо, настолько развито вот это воровство. Пока он там купался, вышел, все, велосипеда нет, прям обрезали этот шнур, велосипед украли, и никто даже, никто не увидел, не заметил. Он звонит мне, плачет, мама, велосипед украли, приедь за мной. А ему тогда было, ну пацан, сколько ему лет, 12, наверное, было. Вот у нас была такая волна краш, бедный Илюшка, он столько наплакался у нас, все поворовали у него. Это как раз был где-то, какой год, 7-8 где-то, 2009 год, наверное. Но потом уже стали умнее, уже не стали так все разбрасывать на улице, оставлять. Ну вот так как-то от районов, что ли, зависит. А здесь вот мы сейчас живем, у нас, я уже не раз видео показывала, рассказывала, напротив полицейский живет, и может быть, вот это тоже как-то влияет, так вот пока я ничего не слышала, чтобы у кого-то что-то украли, там или окно у машины разбили. Но тут, в принципе, и я так и не замечаю, чтобы оставляли вот прям на улицах, там велосипеды, коляски. Так, ну, я постаралась ответить, то, что знаю, на вопросы, которые мне задавали в комментариях. Спасибо вам за вопросы. Учусь отвечать, хотя я особо этого как-то, не знаю, не умею делать, я люблю просто больше так снимать. Ну ладно, все. Всем пока. Спрашивайте, если что-то интересует, если смогу, отвечу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok